Здравствуйте! Приветствую всех на потрясающем мероприятии iFORUM, которое смогло выставить в тяжелое время 12-й, 13-й, 14-й, 15-й и продолжая существовать, и с каждым годом бьет рекорды. С Артуром разговаривали, то есть 15 тысяч, да, наверное, или больше уже в этом году. Ну цифра серьезная, очень существенная, поэтому осталось наладить процесс питания, чтобы все еще хорошо кушали, да, но это следующего года точно будет, чтобы все могли бы нормально воспринимать информацию, которая очень концентрированно поступает всем вам на этом чудесном мероприятии. Поэтому поздравляю всех, что на сегодня собрались, если хотите впитаться, влиться в эту экосистему айтишную, получить новое знание, впитать все, что мы спикер вам хотим сегодня донести. Так, ну начинаем знакомиться. Если кто-то не знает, чем мы занимаемся, я занимаюсь, буквально несколько слов о том, какими проектами занимаюсь я лично, и какими проектами мы занимаемся в TA Ventures. То есть TA Ventures – это early-stage венчурный фонд, который стартовал в 2010 году, в тот же год, когда мы тоже стартовали конференцию IDC, интернет-технологии и инновации, которая просуществовала до 2015 года. За этот период мы сделали более 130 инвестиций в ранние стартапы в Украине, в Европе и в мире. Сделали 46 экзитов, то есть 46 компаний вышло из нашего портфеля, мы их продали, и в активном портфеле у нас сегодня более 70 компаний. По результатам деятельности нашего фонда TA Ventures мы входим в топ-5 фондов, которые показывают лучший перформанс. Об этом, к сожалению, очень многие не говорят, но цифры, которые мы показываем, то есть IRR годовой у нас 25,6% и 48% – это на Realized, на компании, которая продана, и мы получили деньги за них, за my cash and cash Realized. То есть такие цифры мало кто может показывать. Нам приятно, что такая история стала возможной как раз территорией Украины, то есть мы здесь стартовали, основная команда находится в Украине, сегодня мы уже обросли партнерами в Европе, у нас партнеры в Германии, в Америке. Это позволяет расширить нашу речь и доступ к интернет-компаниям в Европе и в Америке. Где-то 60% нашего портфеля – это Европа, 40% портфеля – это Америка. Это помогает наладить мосты, в том числе и украинским компаниям, которые строят, развивают свои бизнесы с Украины в Европу, в Америку и глобально в мир. Рядом с TA Ventures есть очень важный импакт-проект, который мы сделали, мы его поддерживаем и будем продолжать развивать. Это проект, который называется Code Club. Code Club – это самый большой образовательный IT-проект по IT-образованию для детей 7-15 лет. Это так называемый social impact, которому я тоже всегда призываю всех предпринимателей, даже тех, кто строит, развивает небольшие бизнесы, потому что без social impact сегодня мало что может существовать и не должно, наверное, маленькими усилиями делаются большие дела. В 13-м году мы стартовали этот проект. Сегодня у нас более 750 клубов, до календарного года будет 1000. В этих клубах обучается порядка 20 тысяч детей, которые стартуют с 7 лет и продолжают обучение до 16. Обучают все языки программирования. Программы для Code Club Global, а мы являемся, Украина является частью программы Code Club Global. И приятно для нас, для украинцев, то, что Украина стала первым членом глобального проекта Code Club. И развиваемся динамичнее, чем даже наши друзья, коллеги в Америке. Сегодня Code Club существует в более чем 40 странах мира, и Украина самая быстрая по росту и по количеству детей, которые присоединяются к этой программе. Это обучение абсолютно бесплатное для всех детей. Это обучение, в котором принимают участие, которое преподают волонтеры, которые тоже за это ничего не берут. Это совершенно потрясающий кейс волонтерского проекта с огромным импактом на так называемое ДНК молодежи, наших детей, на которых мы все делаем ставку на многие будущие поколения. Как это происходит? Для нас делают программы, Массачусетский технологический институт, каждый год он их адаптирует и дополняет. Начинается со Scratch, потом идет Scratch Advanced, дальше HTML, C++, Python и многие другие языки программирования, новые, которые возникают, тоже присоединяются каждый год к программе Code Club. Поэтому у кого есть дети, welcome, заходите на сайт, регистрируйтесь, работа это как нормальный дейтинг сайт, дети в географии, где они находятся, узнают, мы показываем локации, где недобор еще детей или ведется добор детей, соответственно подбираем волонтера под эту локацию. Второе направление еще тоже очень интересно. Сегодня выступал наш проект менеджер и партнер фонда Игорь Перс, рассказывал об этом клубе, клуб частных инвесторов. Сегодня у нас больше 60 членов клуба. Это дает возможность частным инвесторам в Украине, которые владеют бизнесами, но не в состоянии разобраться во всех перипетиях и сложностях онлайн бизнеса, технологического бизнеса, инвестировать вместе с фондом T.A. Ventures, вместе с нами, небольшими тикетами, начиная от 10 тысяч, для того, чтобы как минимум не терять и как максимум обучиться и понять, как работает этот сложный бизнес, которому нужно посвящать 24.7 для того, чтобы преуспеть и понять, как работает эта химия инвестиций в интернет стартап, в общем, не только в Украине, но глобально по всему миру. Еще один очень важный проект, который тоже мы сегодня представляли в рамках айфорума. Переслава, моя партнер, слово PRTech тоже представляла проект. Этот проект имеет большую перспективу, большое будущее. То есть проект – это первый в Украине комьюнити женщин в технологиях. Поэтому сегодня, если здесь присутствуют женщины, которые занимаются IT, занимаются технологическими бизнесами, стартапами, являются частью, возможно, больших корпораций, которые тоже связаны с этим направлением или у которых просто в их бизнесах есть большая доля диджитализации, я приглашаю зайти на VTech комьюнити, присоединяться к нам. Мы каждый месяц встречаемся. Это абсолютно бесплатно для членов комьюнити. Но большие перспективы сотрудничества с такими же VTech комьюнити женскими по всему миру. Сегодня мы партнеримся с клубами типа LV, они в 44 странах находятся. Вчера я была в Лондоне, мы тоже пообщались и познакомились с главой VTech комьюнити в UK. Так что для тех, кто смотрит на перспективу развития и глобализации своих бизнесов, женщинам, девушкам, пожалуйста, присоединяйтесь. Это работает очень круто. Вы всегда можете найти ответы на нужные вам вопросы очень быстро в рамках VTech. Ну и, конечно же, для тех, кто ищет какие-то интересные, альтернативные, другие от своих бизнесов, применение вашим social impact инициативам, мы в свое время тоже в 2010 году, это классный такой год был, сделали ставку на развитие культурного ДНК нашего. Потому что кино в Украине не было абсолютно. Мы начинали с того, что ни одного фильма украинского не было. В программе мы не могли сделать программу украинского национального конкурса в 2010 году. В прошлом году мы уже получили более 300 заявок на украинские фильмы. Официальный национальный конкурс, параллельные программы, международный конкурс УМКФ. Это говорит о том, что при желании, при объединении усилий тех, кому не безразлично, то есть можно выйти на уровень от нуля фильмов, которые были в 2010 году украинских, до более чем 300 картин, это и полные метры, короткие, документальные и так далее, которые участвуют сегодня в программах украинского национального конкурса и Одесского международного кинофестиваля. И, соответственно, в 2017 году сделали впервые в Украине свою украинскую национальную киноакадемию. Сегодня у нас больше 355 академиков. Это похожая организация на Оскар, на Бафта, на Лола, на Сезар. Это тоже говорит о том, что индустрия объединяется, и мы с вами и наши дети могут знать, что такое культурная ДНК, знать, иметь возможность присоединяться к кинофестивалям, смотреть эксклюзивное умное артовое кино, которое на самом деле формирует сознание правильного, здорового, здравомыслящего молодого человека. Поэтому я хочу пригласить всех, кто еще не был на Одесском кинофестивале. У нас будет юбилей в этом году, 12 июля открытия, 20 закрытия. Приезжайте. У нас аудитория больше 150 тысяч человек собирается в Одессе каждый год с 12 по 20 июля. Первый или второй уикенд будет очень интересно. Огромное количество звезд. Приезжайте, следите за новостями. И мы сегодня разыграем один бесплатный пригласительный на двух человек на красную дорожку 12 июля этого года. Поэтому присоединяйтесь в Инстаграме, делайте сториз, присоединяйтесь к информации, которую мы будем там давать. И завтра мы объявим победителя от того, кто выиграет эту возможность и сможет приехать 12 июля на 10 юбилейный Одесский международный кинофестиваль. Делайте импакт активности. Это то, что мы с вами можем, как люди, которые занимаются бизнесом. Это то, что нужно делать и обязательно тратить какую-то часть своего времени. Потому что своими усилиями, не дожидаясь того, что будет происходить в государстве, мы реально можем поменять мир, который рядом с нами или который значительно шире, просто элементарным количеством потраченного контентного времени на это. Спасибо. Что касается результатов работы нашего фонда. По количеству компаний, которые мы сделали за предыдущие несколько лет, мы признаны номер 4 фонда в Германии по количеству сделанных инвестиций. Это приятно, потому что очень многие компании наши, украинские компании из Центральной Восточной Европы смотрят на рынок Германии как первый самый интересный, большой, организованный, с которого можно поучиться и применять знания, полученные от организированных компаний там, инвестируя в стартапы в Украине и в Европе. Компании, в которые мы проинвестили, вот они здесь показаны все. То есть еще у нас был опыт инвестиций в компании в Индии, когда еще они были не переоценены. Это был 2012-2013 год, после этого цены уже на инвестиции в индийские компании выросли драматически. Мы решили не работать с этим рынком, потому что для того, чтобы работать нормально на индийском рынке, который сам по себе является самодостаточным, то есть как минимум нужно там присутствовать. Поэтому короткими переездами раз в три месяца или раз в полгода на день или на два, вопрос работы с 14 компаниями, которые мы проинвестировали в Индии, он не решался. Хотя приятно сообщить, то есть большинство компаний мы продали очень успешно. Более того, одна из наших инвестиций в Индии, это была первая покупка Фейсбука в Индии, компания Little Eye Labs. То есть у нас здесь хороший очень трек-рекорд по Индии. Но тем не менее, то есть вывод свой мы сделали, то есть абсолютно точно есть смысл заниматься теми компаниями и на тех территориях, где ты можешь контролировать, где ты можешь заходить в борт, где ты можешь лидировать, или как минимум иметь и added value, и постоянное общение с компаниями, которые ты поддержишь, особенно на ранних стадиях. Это та стадия, на которой мы работаем. Возвращаясь к основной химии, то есть как строится вообще химия, взаимоотношения инвестора и стартапа, и что работает, и что не работает. То есть всем известно, сейчас уже, кстати, меньше и меньше разговоров о том, что идея, я не скажу свою идею, потому что там, ну то есть вы у меня там ее украдете или будете делать что-то такое, это просто смешно. Все меньше и меньше таких разговоров, но еще имеются. Поэтому все мы должны понимать сами очень четко, что идеи не стоят ничего. То есть идеи огромное количество. Если вам нужны идеи, заходите на Crunchbase, смотрите те стартапы, которые там, сотни тысяч стартапов, которые зарегистрированы на этом ресурсе. Смотрите, ознакомьтесь с этими идеями, этой идеи ничего не стоит без их реализации. То есть в каждом бизнесе успешном, который мы продали из этих 46 экзитов, была доля высокая, это 90 плюс процентов операционной составляющей. За счет того, что была сильная команда операционных менеджеров компании, идея приобрела свою какую-то материальную составляющую и реализацию. То есть только соединение идей плюс ее коммерческая реализация, операционная имплементация, это то, что работает. То есть IDS, как говорится, инзейры, идей очень много. Мы в ближайшее время сделаем ребрендинг нашего сайта и сделаем там специальный инфоцентр, который у нас уже есть готовый. Если вам интересны идеи, которые еще не реализованы в Украине, идеи стартапов, там будет огромное количество этих идей. То есть просто идеи, которые реально могут существовать с Украиной, стать украинскими лидерами, региональными лидерами и двигаться дальше. Поэтому идей много. Как выбирать, то есть как это происходит знакомство, где найти того, кто тебе нужен, там или для инвестиций, или как найти стартап. То есть сила нетворка имеет огромное значение. Вот компания, с которой мы познакомились, фонд, с которым мы познакомились, и сегодня у них более 600 инвестиций. Это самый продвинутый, самый яркий, я считаю, результативный суперангельский фонд. FG Labs, с которым мы начали сотрудничество в 2010 году, у нас порядка 20 компаний вместе, они очень успешные. Они делают несколько сотен инвестиций каждый год сейчас, то есть постоянно увеличивая объемы проинвестированных компаний. Это совершенно уникальный кладезь знаний, когда они уже животным чувством понимают, куда инвестировать, куда нет. Такое животное чувство характерно также для многих фондов, которые работают, во-первых, на ранних стадиях. Например, в нашей структуре, в TA Ventures мы смотрим от 2 до 3 тысяч проектов каждый год, для того, чтобы проинвестировать 0,5 или 1%. То есть отсюда происходит эта химия, эта быстрая реакция, понимание на уровне животного инстинкта, то есть эта компания интересна или нет. Соответственно, сотрудничество с сильными, быстрыми, эффективными и теми, кто инвестирует огромными количествами, поддерживают эффективные стартапы. Работа и общение с ними, нетворк имеет большое значение. Например, когда мы делимся компаниями с теми, с кем мы сотрудничаем. Простой пример, понятный вам, компания Genesis, Владимир многолетний. То есть мы туда проинвестировали в прошлом году, мы очень довольны этой инвестицией. Сегодня это компания, которая построила бизнес, которая является топ-5 крупнейших бизнесов в мире. Работают они в основном в Африке. Это тоже крутейший кейс для украинской компании, которая имеет бэк, почти полностью бэк здесь в Украине. И дальше после этого у нас возникло буквально за один год еще две инвестиции в две украинские компании совместные. И это не конец истории. Мы вместе проинвестировали в компанию Made.com и вместе проинвестировали в компанию Liquid24. Made.com это крутая компания, которая сохраняет наш талантливый тот же D&X. Мне очень нравится это слово, его было несколько раз еще раз употреблять. Они делают что-то похожее, что сделала компания Lambda.com. Когда они бесплатно обучают талантливую молодежь, которая проходит персонифизированные тесты, получают возможность полгода присоединиться к программе. И после этого два года платят после нахождения работы 17% с годовой зарплатой. Это модель понятная, работающая. Это работает модель не только в Европе, не только в Америке, но и в Европе. Такие компании сейчас будут возникать по всему миру. Это тот момент, тот воронки, когда возникает что-то в одном месте, а потом продолжается в других местах. Это вот как раз пример компании Made.com и компания Leaky. Это фармация онлайн, когда ты можешь с 30% скидкой получить все то же, что ты бы искал где-то по разным аптекам в одном месте или с доставкой. При этом на 30% дежавле. То есть сила крутого продукта, который позволяет найти, договориться, сделать скидку, оптимизировать для вас. И для нас это имеет значение 30%, и точно для более пожилого поколения это огромная экономия. 30% это даже не 3%. Ну и конечно работа на выставках. То есть все, кто что-то строит. Кому интересно узнать, что происходит на рынке рядом с вами, я очень рекомендую все-таки потратить деньги, пусть небольшие деньги. Приобрести абонементы, ездить на крутые выставки, где можно узнать все о конкуренции. То есть с вашим продуктом, то, чем вы занимаетесь. Познакомиться с людьми, которые инвестируют в это заранее, а не когда уже прижимают. Конференции, на которые мы постоянно ездим, это Founders Forum, DLD, NO, Web Summit и многие другие. В Израиле очень много интересных профильных конференций по темам, которые мы инвестируем. Поэтому рекомендую просто посмотреть. У нас тоже на сайте выложены рекомендации по конференциям, которые могут быть вам полезны. Присоединяйтесь, смотрите, потому что это погружение в нормальную европейскую или глобальную реальную стартап комьюнити. Оно очень сильно настраивает на хорошую и другую драйвовую работу. Поэтому рекомендую время от времени, хотя бы 2-3 раза в год посещать такие конференции. Как мы выбираем стартапы? Ну, то есть очень простые вещи, которыми мы пользуемся, они описаны в разных книжках. Я потом порекомендую несколько полезных книг прочитать для вас об этом направлении. То есть как мы смотрим, как инвесторы и как, допустим, с точки зрения предпринимателя происходит эта химия выбора. Почему? То есть в первую очередь это очень четкое понимание продукта, который представляется. Очень важно понимать, что у предпринимателя есть конкурентное преимущество или знание профессиональное в том секторе, который он представляет. Важно, чтобы у предпринимателей, у фаундеров, в первую очередь, были комплементарные скиллы. Они занимались чем-то одним, они были комплементарные скиллы, важные для реализации той бизнес-идеи, которую они несут. Экспертиза. Если еще есть монопольное преимущество, работать в какой-то корпорации, достаточно неповоротливая, но есть идея, которая пахнет, возможно, каким-то конкурентным или монопольным преимуществом, можно это делать. Очень важно, чтобы мы понимали, и фаундеры, в первую очередь, команда понимала, что за их интересный продукт готовы консюмеры платить. Это тоже очень и очень важно. Возможность долгосрочно видеть, реализм и умение слушать. Очень много компаний слетало, когда фаундеры не в состоянии просто были слушать или договариваться. Посмотрите на ту цифру. И всем, кстати, рекомендую почитать эту книжку «Фаундер с дилеммой», особенно если вы на стороне фаундеров и создателей компаний, почитать Нуама Васермана книгу «Фаундер с дилеммой» очень-очень рекомендуется. Там очень о сложных вещах по работе стартапа говорится простым языком. 65% стартапов распадаются только потому, что фаундеры не договорились и не сработались. Это ужасная цифра. Подходящая команда – это самое важное для нас. Это самая важная часть диледженса, которую мы проводим, когда принимаем решение инвестировать в компанию или нет. Коммуникация, открытые комплементарные скиллы, гендерный паритет. Прошу также всех обратить внимание на то, что все-таки как важно сегодня увеличивать количество женщин, которые работают в технологических стартапах. Исследование было сделано по больше 500 компаниям Forbes, как они зарабатывают по сравнению с другими конкурентами. На 3-4% зарабатывают больше компаний, где есть женщина-фаундер, сравнивая с похожими компаниями конкурентов. Это еще цифра, еще круче. То есть на один вложенный доллар компания, где есть женщины-фаундеры, зарабатывают в 2,5 раза больше, чем компании, которые основаны только мужчинами-фаундерами. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим экономическим преимуществом, привлекайте как можно больше женщин, как фаундеров компании, в силу менеджмента и в менеджменте, в управлении бизнесом. На что мы еще смотрим? Смотрим очень важно на рынок доступный, то есть рассказывать сказки о том, что есть потенциально доступный рынок глобальный, если вы работаете только на территории Украины или на территории Европы, это не нужно. То есть самый важный спектр средств по рынку, который мы смотрим, это там. Это общий объем целевого рынка, доступного с планами вашими на работу в тех конкретно странах, рынок которых мы оцениваем. Это исключительно важно. Основные модели, которые мы смотрим, которые сейчас хайповые, воронки инвестиций, по которым не закрыты. Это Mobility, Digital Health, FinTech, InsureTech, PropTech, MarTech и Education, новое пересмысление образования. И модели, которые в этих вертикалях существуют, B2B SaaS, B2B Marketplace, B2C Marketplace, агрегаторы, B2C Commerce. Это те направления, которые мы активно смотрим. Выбор стартапа – это целая сложная химия на самом деле. Вот это вот то, что мы проводим каждый раз, когда смотрим компанию. Еще раз повторяю, мы смотрим 2-3 тысячи компаний перед тем, как проинвестировать 0,5 или 1%. Коммерческий, технический, финансовый, юридический due diligence – это очень серьезная работа, которая занимает у нашей команды инвестиционной в 11 человек 15 тысяч часов в год для того, чтобы выбрать 15-25 компаний для инвестирования. Здесь подробно написано, как они проходят. Но самый важный элемент due diligence – это персональный. Это когда член команды, кто-то из партнеров выезжает на место, выезжает в компанию, где бы она ни находилась, для того, чтобы сделать этот полный персональный due diligence. Посмотреть, как работают фаундеры вместе. Есть ли какая-то иерархия, которая может нарушить работу компании в будущем. Как работают фаундеры компании вместе с силой велменеджментом. Как принимаются решения. Система работы с младшим менеджментом. Как работает направление с CTO. Выборочные просто беседы, перекрестные опросы с тем, как, что и как по продукту и вообще по жизни у тех, кто является ключевыми и сопутствующими, дополняющими бизнес-членами команды. То есть интересная цифра. То есть на этапе именно этого due diligence, к сожалению, слетает 30% компаний, которые мы хотели проинвестировать. Это при наличии всех дата рума, при наличии расшаренной информации обо всем. 30% компаний слетают на этапе личного due diligence встречи на месте, в команде, в той стране, где стартап находится. Это только, ну то есть маленькие red flag, которые есть, их намного больше. Я там дальше предложу книжку для прочтения, где описаны все red flag, на которые мы смотрим. И обращаем на самом деле серьезное внимание. Почему не получается у стартапа, почему там? Это не вопрос, что не происходит в химии. То есть есть очень много моментов, которые связаны с тем, что фаундеры не договорились, вы видели цифру. Потом не хватало операционного менеджмента. Например, в случае с компанией BIP, которая подняла огромное количество денег, по счету 150 миллионов. Компания была куплена fair.com, то есть буквально за косты. Мы, к сожалению, как инвесторы, мы вышли из этой компании раньше. То есть мы получили свои 18x на вложенные деньги, но есть друзья наши инвесторы, которые потеряли деньги в этой компании. То есть мы заработали, но те, кто не вышел, они потеряли. Очень жалко, потому что компания была очень классная. Просто когда тебя просят инвесторы взять много денег, это тот случай, когда много не есть хорошо. Много – это есть смерти подобно. То есть в этом случае произошло ими так. То есть им не нужно было столько денег, они не могли освоить просто потенциально это количество денег. Обеспечить этот ресурс количеством людей, которые могли реализовать этот достаточно серьезный операционный бизнес. И компания, соответственно, была банкротом. То же самое произошло с компанией NUTRI. Мы не заработали. Здесь мы уже не заработали денег. То есть мы, по сути, списали нашу инвестицию. Компания была приобретена большой сетью. Работают в нее 350 с лишним тысяч юзеров. Все хорошо, но мы не получили тоже деньги. То же самое. То есть это случай, когда у тебя неправильные были партнеры или инвесторы сначала. Они не смогли поднять для тебя деньги. Не смогли обеспечить компанию деньгами. Был тяжелый период. И пришлось продавать буквально за косты компанию другим заинтересованным в бизнесе. Для тех, кто интересуется темой. Рекомендую вообще очень серьезно посмотреть тему сообразования. Сейчас огромное количество возможностей образовываться самостоятельно, бесплатно. И очень-очень эффективно. Начните с этих книжечек. Рекомендую для новичков, для готовых к следующему шагу. Для тех, кто сделал уже первый шаг, фаундерс дилемма. Для быстрого роста вашего стартапа. И вообще для понимания, как мы инвесторы, особенно ранние инвесторы, смотрим на инвестиции. Дальше. Пожалуйста, читайте эти издания. Тут есть все. Тут есть все, что вам нужно для понимания тренда, всего, куда двигается, и ваших конкурентов. Потому что на самом деле не надо строить иллюзий, конкурентов очень много. Заходите по тегам на Crunchbase, смотрите по тегам, по направлению деятельности вашего стартапа. Вы, боже, удивитесь, сколько уже всего создано в разных территориях. И посещайте классные конференции, потому что ничего нет лучше личного общения. Это слэш образование с теми, кто делает тоже, только на других территориях. У нас был случай, когда наша одна большая компания в Тревеле, которую мы начинали строить в 2011 году. Мы познакомились с человеком, который создатель Booking.com в Бразилии, причем случайно на конференции, на закрытом ивенте были. Он нам сделал одну подсказку, просто в одно предложение, решил будущее нашей компании. То есть все полетело. Поэтому пользуйтесь возможностью, это краудвыездом. Приезжайте на конференции, общайтесь с like-minded людьми. Это реально полезно для развития ваших бизнесов. Строите свои стартапы, потому что стартапы, как и малый и средний бизнес, это то, на чем зиждется будущее нашей Украины. Поэтому призываю всех строить свои компании, потому что это нужно нам, нужно вам. Это самое классное, что только может быть. Спасибо большое, удачи в бизнесе. Редактор субтитров А.Семкин